25 апреля 1895 года царь Николай II подписал указ об учреждении Русского музея императора Александра III, ныне известного как Государственный русский музей. Отец Николая II, император Александр III, был большим ценителем искусства и хорошо разбирался в живописи. Поэтому решил организовать сокровищницу шедевров русских художников не только в Москве, в Третьяковской галерее, но и в Петербурге. Воплотить мечту в реальность Александр не успел, и это осуществил позже его сын. В музее изначально было три отдела – художественный, этнографический и историко-бытовой. Экспонаты поступали из императорских дворцов, Эрмитажа, Академии художеств, а также из личных коллекций придворных. Так что сегодня любой желающий может увидеть шедевры Рублева, Репина, Брюлова, Воснецова и других живописцев. В этот день в 1942 году был основан Московский монетный двор «Гознака». Хотя первые денежные дворы появились в России еще в XIV веке и располагались в княжеских городах. Новгороде, Москве и Пскове. В XVIII веке столицу государства перенесли в Петербург. Сюда же переехал и денежный двор. В Москве монетный двор был вновь основан спустя много лет – в 1942 году – приказом Народного комиссариата финансов СССР. Московскому монетному двору были выделены произвестные помещения на территории печатной фабрики «Гознака», которые были оснащены необходимым оборудованием. Во время войны тут производили медали и ордена, а также изготавливали пуговицы и эмблемы для армейской формы. 25 апреля 1953 года весь мир узнал о молекулах ДНК. Результат исследования Джеймса Уотсона и Фрэнсиса Крика, которые занимались определением структуры этой молекулы, были опубликованы в журнале «Нейчера». В статье говорилось о том, как генетическая информация о нашем организме передается из поколения в поколение. Сегодня анализ ДНК является основным методом определения родственных связей. А в этот день ежегодно в знак признания важности генетики, как науки, отмечается Международный день ДНК. В этот день в 1928 году родился советский и российский актер театра и кино Юрий Яковлев. В Ахтанговское училище абитуриент Яковлев поступил не с первой попытки. Длинный несуразный юноша тогда не понравился педагогу Владимиру Этушу. Но молодой артист позже сумел убедить приемную комиссию в своем таланте. Уже после окончания учебы Яковлев устроился на работу в театр Вахтангова, где проработал почти 60 лет. Всесоюзная слава и всенародная любовь пришли к актеру в 1958 году, когда он блистательно сыграл роль князя Мышкина в киноверсии «Идиота». Яковлев снялся более чем в 70 кинофильмах. Среди них «Гусарская баллада», «Берегись автомобиля», «Ирония судьбы», «Кинза-дза» и, конечно, «Иван Васильевич меняет профессию». Вот что крест животворящий делает.